Продолжаем тему об обязанностях мужей перед жёнами. Реалии супружеской жизни таковы, что порою между супругами возникают различные конфликты, различные недоразумения. И порой муж бывает вынужден повысить свой тон, то есть реагировать на некоторые капризы своей супруги и её ослушания. И как мы уже об этом и говорили, кривизна характера женщины — это её свойственная черта. И мы обязаны соответствующим образом, согласно в первую очередь тому аяту, над смыслом которого я хочу сегодня вместе с вами остановиться. И извлечь для нас способ воздействия на некоторые недостатки наших жён. То есть, когда мы вынуждены исправить их поведение, делать замечания и так далее. Для того, чтобы избежать упрямства супруги в её характере, избежать её ослушания и таким образом сохранить в общем согласии эту семью нашу. В Суре Ан-Ниса 34-м аяте Всевышний Аллах говорит Остановимся по порядку над каждым фрагментом этого аята. Аллах в Священном Куране говорит «Валляти тахафуна нушу захунна». А те женщины, ослушания которых вы ожидаете, ослушания которых, непокорности которых вы ожидаете, увещевайте их, говорит Аллах. «Тахафуна нушу захунна». То есть, те мужья, которые наиболее мудрые, сдержанные, богобоязненные, они не ожидают того момента, пока их супруга проявит ослушание. А для того, чтобы избежать её ослушания, её непокорности, он предварительно увещевает свою супругу. То есть, есть такое высказывание в арабском языке «Аль-баян тад роду шайтлан». То есть, ясность в отношениях отдаляет сатану. То есть, о чём это говорит? Говорит о том, что каждый муж, несправедлив тогда, когда он, заметив что-то неладное, то, что его не устраивает в поведении супруги, или же, если она посетила то место, куда бы он ни желал, чтобы она посещала, он тут же пытается это исправить, реагирует криками, криками, или же сразу же принимается за рукоприкладство. Вопрос, прежде чем так реагировать, предшествовал ли этому разговору об этом, предупреждение о тех или иных поступках, которые бы ты не желал бы от своей супруги. То есть, для того, чтобы избежать подобных явлений со стороны супруги, муж обязан проводить время в диалоге со своей супругой. То есть, он должен предварительно её уведомить, увещевать о том, что вот мне вот это, вот это не нравится. Я не хотел бы, чтобы ты дружила вот с этими или другими. Я не люблю, не желаю, чтобы ты посещала там кофейни там и так далее. Или я люблю, чтобы еда была готова в такое-то время. То есть, взаимный диалог, где каждый из супругов побольше узнаёт о том, что о своих предпочтениях и стараются угодить друг другу. И так и устроено божественное предписание, послание. Ведь Всевышний Аллах не карает своих рабов, не увещевав их об этом предварительно. Для этого Всевышний Аллах не посылает священные книги своих пророков, посланников, алейкум салату ассалям. И мы должны говорить со своими женами обо всём, что у нас на уме. Ведь она не может угадать все наши пожелания. Поэтому Аллах говорит фаилу хун валляти тахафуна нушу за хун то есть те женщины в непокорности, которых вы опасаетесь. То есть уже тогда, когда вы чувствуете какие-то опасения, что жена может сделать что-то такое, что может вызвать твой гнев, не ожидая до того момента, пока она совершит что-то такое, Аллах говорит валляти тахафуна то есть о те женщины, о слушании и непокорности, которых вы ожидаете, опасаетесь. То есть уже когда вы опасаетесь, уже нужно говорить об этом. во избежание конфликта между тобой и твоей супругой. И далее Всевышний Аллах говорит то есть что означает проповедуйте их им, увещевайте их. То есть супруга должна знать величину покорности, важности, значения покорности своему мужу и о тяжести греха ослушания своему мужу. Об этом муж обязан поговорить со своей супругой и предупредить ее об этом. И далее Всевышний Аллах говорит и разделите с ними постель говорит Аллах. То есть о чем это говорит. Это первая стадия воздействия воспитательного воздействия на супругу это увещевание, это диалог, это разъяснение. И после этого, если супруга естественно мы как и говорили женщине свойственно ослушание, непокорность, упрямство порой. И если после увещеваний, после разъяснений и предупреждений супруга совершила повторила свою ошибку, свой проступок, есть следующая мера, о которой Всевышний Аллах в Священном Куране говорит. Это покидание супруги в постели, в ложе. В тот день, когда провинилась супруга, естественно, если серьезная вина, речь идет именно о таких проступках, которые вызывают гнев супруга, гнев мужа, то в этом случае вторую очередь, то есть на втором месте после увещевания идет такая мера наказания, как разделение ложи, покидание супруги в ложе, то есть в эту ночь поспи в общей комнате, они в спальне. И это должно быть самым тяжелым наказанием для супруги. Это крайняя мера, то есть когда муж вынужден покинуть свою супругу в постели, это крайняя мера, то есть степень выражения негодования, недовольства, и пусть это будет для супруги самым тяжелым наказанием. И после этого, то есть мужчина мусульманин, богобоязненный мусульманин, он должен вести себя, то есть его доброта должна быть такой, что такой возмущенный взгляд мужа, чтобы было уже наказанием для супруги, не говоря уже о покидании ее в ложе. И далее, что хотелось бы сказать, чтобы и женщины имели в виду семейная жизнь, это вот с чем можно обычно сравнить, я вот привожу такой пример, есть огромный авиалайнер, который ведут два пилота, они обладают одинаковыми способностями, они выходят из одного учебного заведения, то есть они равны, но среди этих двух пилотов один бывает главный, и именно он выносит решение в критических ситуациях, в чрезвычайных ситуациях, и таким главным пилотом супружеской жизни является мужчина, и последнее слово всегда должно быть за ним. И далее вот теперь мы доходим до того места, которое к сожалению пытаются раздуть недруги ислама, и таким образом указать на какой-то недостаток этой гуманной совершенной религии, где Всевышний Аллах говорит то есть если покидание в ложе не приносит пользы и после этого если супруга повторяет свои проступки, то в этом случае вы можете их стукнуть, говорит Всевышний Аллах. То есть то, что можно перевести в прямом смысле как бейте их в данном случае в Священном Куране большинство то есть почти все толкователи Священного Курана говорят то есть вы стукните их таким образом, чтобы это не причиняло увечья, не причиняло боли, то есть это такой символический удар, символический стук и даже приводится каким образом это можно сделать и говорят биси вакин то есть палочка зубочистка сивак вот этой палочкой говорят те ученые, которые толкуют данный аят и к этому если еще обратить внимание на жизнь нашего посланника Аллаха чей пример для нас наилучший и успех будет у того кто последует за посланником Аллаха саллиллаху алейхи васаллим невзирая на то что сам посланник Аллаха сталкивался в том числе и с проблемами семейной жизни посланник Аллаха никогда не поднял руки ни на одну из своих жен поэтому даже есть я слышал один такой афар приводится что посланник Аллаха сказал что лучшие из вас своих жен не ударят руку на свою жену не поднимет лучшие из вас сказал посланник Аллаха да поможет нам Всевышний Аллах справиться соответственно призывом священного Кур'ана и сунни нашего пророка с проблемами супружеской жизни ассаляму алейкум арахматуллах и баракат арахматуллах